Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 96. Наша беседа записывается в Московском Срединском монастыре, редакции портала экзегет.ру. Греческий перевод 96-го псалма связывает его с Давидом. Надписание Давиду присутствует в заголовках всей группы, не надписанных у евреев псалмов с 92-го по 100-й. Греческая фраза «когда земля его была восстановлена» вероятно указывает на послепленный период, когда евреи постепенно восстановили правление над территорией вокруг города Давида, вокруг Иерусалима. Псалом в значительной степени опирается на традиции, имеющие место в богослужении Иерусалимского храма до изгнания в Вавилон. Это видно в описании той славы, представленной в виде мрака и облака, огня и молний, которые окружают престол Господень. Большая часть образов данного псалма прикликается с другими псалмами, в которых празднуется воцарение Господа. Ключевую идею 94-го псалма можно просуммировать его же словами «Придите, воспоем Господу, мы народ паствы Его». В 95-м псалме можно выделить такую мысль, которая тем отличается от 94-го, что здесь не только народ свой поет, но поет Господу вся земля. Псалом 96-й объединяет небесных богов и земных праведников, дочерей Сиона и представителей народов с многочисленных островов, в единый хор лиц, прославляющих имя Господа. Израиль словно здесь объединяется со всем миром в едином гимне во славу Господа. Композиционно у данного псалма можно выделить две части. Прославление Господа силами природы первой шесть стихов и поклонение Господу всех богов и любящих его праведников вторые шесть стихов. Рассмотрим последовательно его содержание. Первые стихи псалма. В первых стихах данного псалма возвещается величие Творца. Это величие Творца описывается в виде образов землетрясения и грозового дождевого облака. Пришествие Бога нередко уподобляется в библейских книгах шторму и землетрясению. Так, дарование Моисею закона на горе Синай, как известно, сопровождалось природными катаклизмами. Гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. На Синае сверкали гром и молнии, раздавался сильный трубный звук, а сама гора дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. Образ Бога, который появляется среди бури, который приходит с моря, сокрушает ливанские кедры, высекает пламень огня и сотрясает пустыню, встречается в разных псалмах. Этот язык метафора не является обожествлением сил природы или мифологическим описанием того, кто по определению выше природных стихий. Перед нами удивительная тайна явления трансцендентного Бога, которая до конца никем не раскрыта, и поэтому может быть описана лишь путем сравнений. Когда Моисей был на горе Синай, ее вершина была покрыта густым туманом, мраком. Моисей слышал голос Божий и записывал его заповеди. После описания мрака и облака вокруг престола Божия, автор настоящего псалма также указывает на голос Божий, его заповеди, что выражено метафорой «правда и суд». Есть такое славянское выражение «темна вода во областях воздушных». Грозовое облако, оно темнее, чем какие-нибудь легкие перьевые облака, которые летают высоко-высоко и создают причудливые фигуры, по которым детки определяют, летит лошадка или летит зайчик по небу. Густое облако, наполненное воды, из которого там стреляют молнии, сверкают, как огонь, яркими вспышками, конечно, могли создавать мрак. Это не просто тень, а это действительно наступление некой темноты. Это природное явление, мы с вами наблюдаем регулярно, когда сходится какая-то грозовая туча. Описание горы Синай, когда туда восходит Моисей, оно действительно напоминает два природных явления. Я уже говорил о землетрясении, хотя кто-то может сказать, что это напоминает чуть ли не извержение вулкана, столб огненный, который поднимается от земли на небо. Или шторм, грозу, тьму. Так или иначе, действительно, те описания из псалмов или из книг Моисея, они окутывают престол Божий неким мраком. Было такое представление, что Господь шествует на колесницах, на колесницах ветра. И так он словно дает о себе знать из-за этой тучи, когда оттуда разносятся раскаты грома, равно голос. Или какие-то вспышки, молнии, которые отдаленно напоминают проявление разных ангельских сил. Ангелы тоже иногда употребляются некой молнией, они появляются в молниевидном виде, в виде такого яркого свечения, плюс к этому еще мгновенность их появления, силой и много других параметров. Но и так, получается, что Господь является не в светлом облаке, а в темном, мрак под ногами Его. И в этом принципиальное отличие того, как он являет себя в Новом Завете на горе преображения. Много было попыток современных критиков обвинить евангелиста Матфея в том, что он подгоняет повествование своего Евангелия под Ветхий Завет и искусственно создает портрет Иисус Христу, портрет второго Моисея. А гору преображения уподобляет горе Синай. И там и там голос, и там и там облако, и там и там светится лицо, и много других схожих вещей. Но есть знаки отличия. Вот одним из таких ярких знаков отличия является то, что в Новом Завете «Бог является в светлом облаке». Тут уж вопрос нашей интерпретации. Почему ему так понадобилось? Что это значит? Зачем используется область темного облака? Ну, начало премудрости страх Господень. Страх Господень, он вызывается путем устрашения. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Знаменитая русская пословица. Следно, нужно, чтобы грянул гром. А гром грянет из грозовой тучи. Может быть, люди Ветхого Завета были более бесстрашные, черствые, грубые, чем люди Нового Завета. И поэтому их надо было поразить чем-то. Ого-го, какое впечатление произвести. Хотя вот если посмотреть на нашу современность, сейчас, мне кажется, и вулканом никого не испугаешь. какие-то экстремальные путешественники летят туда на геликоптерах, тащат с собой дроны, подбегают чуть ли не с кратером. Такое впечатление, что они хотят ложкой зачерпнуть кусочек лавы и к себе в чашку положить. Настолько близко приближаются, очень рискованные совершают шаги. Их никого не пугает. Сейчас уже никого не пугает грозовая туча. Когда мы летим на самолете, видим, что за окном что-то не то происходит, мы спокойно закрываем окно иллюминатора. Ну, мол, пилот опытный долетит, как-нибудь довезет. Даже порой бывает у участвующих в этих разных перелетах настолько беспечно состояние духа, что даже когда самолет трясет и объявляет стюардессу пристегните, пожалуйста, ремни, находятся какие-то нью-рашенс, которые считают себя выше этих формальных правил. А ничего, потрясет, американские горки перестанет. Так что, видите, видно, древнего человека еще могло испугать грозовое облако и шторм, а нового человека в наших дней уже и это не пугает. Вот, поэтому нам Господь дает какие-то более светлые облака. Так, мрак — это образ грозовой тучи. Синай горел огнем до самых небес, когда Господь из среды огня объявлял народу о своем завете. Однако этот огонь не был смертелен для покорных Богу людей. Это же подчеркивает и Псалом. Огонь Божий попаляет только врагов. Земля видит и трепещет, и горы тают пред Господом, как воск. Если могучие природные стихии не могут сопротивляться Богу, то тем более никакая человеческая сила не способна его остановить. Раз тверды законы природы, значит, непреложны и моральные требования к живущим на земле. Поминаемые здесь многочисленные острова, иначе прибрежные земли. Возможно, указывает не только на прибрежную полосу Средиземного моря, где жили филистимляне, но и на отдаленные уголки мира дальние зарубежья, может быть, на жителей островов Эгейского моря, Средиземного моря. Первый раздел псалма завершается прославлением праведности Господа на небесах. Все народы, живущие вблизи и на островах, свидетельствуют о его славе. Вторая половина псалма описывает отношение к его царствованию богов и конкретных людей. В седьмом стихе звучит упрек тем, кто ошибочно поклоняется истуканам. Те, кто хвалится идолами, будет посрамлен. Изображения богов чаще всего делались в ханаане из камня или из дерева. Используя игру слов «боги-идолы», автор псалма высмеивает их бессилие. Эти идолы суть – ветер, обман, пустота. Поэтому кумиры и изваяние богов запрещены были законом Моисеевым. Такие боги без Господа никто и ничто. Поэтому они и сами должны поклониться Господу, единственному истинному богу. Упоминание Сиона и дочерей человеческих по всей видимости говорит о небольшой территории пределов Давида во время написания псалма Иерусалим и ближайшие от него населенные пункты. Такой маленькой было изначально Иудея после возвращения из Вавилонского плена. Приближение судов божьих, которые, скорее всего, заключаются в защите народа от врагов, приводит Сион и зависимые от него деревни в состояние радости и ликования. Господь превознесен над всей землей. Он Всевышний, великий царь над всеми богами. Праведные и любящие Господа это почти что синонимы. Их любовь заключается в преданности Всевышнему. Природа зла противоположна природе Господа. Поэтому верные Богу должны зло возненавидеть. Бог проявляет по отношению к верному ему народу встречную любовь в виде дарования земли плодородия и избавления от зубов нечестивых. Свет по еврейскому тексту не просто сияет на праведника. Он посеян, как сеется зерно. Если взять во внимание, что в предыдущем стихе было сказано по учению, что праведник должен любить, а что он должен ненавидеть, следовательно, под светом можно угадать намек на голос Божий, который должен быть услышан. В таком случае выражение «свет сияет на праведника» можно буквально прочитывать, как Слово Божие, рассеянное на праведника. Здесь нельзя не заметить в параллеле с притчей Иисуса Христа о сеятеле, который сеет на разную почву, но только добрая земля дает плод во сто крат. Апостол Павел пишет к филиппийцам, к филиппийцам «радуйтесь всегда, Господи, еще говорю, радуйтесь». Слова «радость», «ликование», «торжество», «веселье» они проходят не только сквозь Ветхий Завет, через псалмы, в которых богослужение в храме неминуемо отождествляется с этими понятиями. Когда описывается храмовая литургия, мы реже встретим понятие, связанное со скорбью. Скорбь – нечто персональное. И когда человек выходит в поле, посыпает голову пеплом, надевает на себя какое-то рубище, рубище по-гречески «сакос», и кается. А в храме торжество и ликование, игра на музыкальных инструментах, пляска. Ликование по-другому это пляска, люди плясали. В Новом Завете появляется более высокий термин, на котором делают ударение апостола. Это блаженство. Но блаженство не может быть без радости. Радость – часть этого блаженства. Блаженство, то, как рисует его апостол Нового Завета, это категория более глубокая, которая подразумевает не только хорошее настроение, но какое-то очень осознанное, разумное восприятие всей окружающей действительности. Это ликование более тонкое, более возвышенное. Это радость отфильтрованная. Это не просто всплеск буря эмоций по поводу чего-то, что развеселило, а это хорошее настроение, которое базируется на хорошей целеустремленности. Действительно, у святых отцов древности не только у преподобного Иоанна Лествичника жестко критикуется все, что связано со смехом. И тут мы должны развести явления разного порядка. С одной стороны смех, с другой стороны радость. Радость может и не выражаться бурным смехом, а смех может быть зло радством. В этом порой бывает и искаженное состояние смеющегося человека, который показывает свои клыки, обнажает зубы. У которого на лице боевая гримаса, которая говорит не об ангельском духе, а больше напоминает льва, который речит и издает какой-то радостный рев. ага-га-га-га. Ну, не хочу повторять. Вот. Поэтому большой вопрос в отношении того, какие чувства переживает смеющийся человек. Особенно, когда это не просто смех, а надсмешка. Порой бывает истоком, причиной для появления таких чувств является неудача или беда или болезнь другого человека. Вы, думаю, обратили внимание, наблюдая за тем, над чем смеются люди. Обратили внимание на то, что они нередко смеются над недостатками других. Анекдот короткий. Расскажу на языке оригинала. Сусиды допоможить вытягти корову из ямы. Бо дай Бог, ваша корова теж скоро сдохнет, и я вам теж допоможу. Если вы внимательны к словам, это отнюдь не смешно. Человек желает зла другому, чтобы с Божьей помощью подохла его корова. А люди смеются, и это вот шутка. Мы так посмеялись. Если мы посмотрим на содержательную часть многих анекдотов, то это трагедии, а не анекдоты. Об этом плакать нужно. Человек едет на велосипеде, велосипед спотыкается, о, камень, он летит кубарем, разбивает себе лицо, плачет, течет кровь из носу, окружающие люди вместо того, чтобы броситься к нему на помощь, перебитывать раму, сидят или стоят с бутылками пива, показывают пальцем и снимают на мобильный телефон. Ужас нашего времени заключается не только в том, что люди смеются над злом, а о том, что они ничего не делают, чтобы это зло предотвратить. Вы знаете, порой бывает настолько страшно и тяжело видеть, как, например, горит чей-то дом, из окна пламя высовывается оттуда человек, который кричит «помогите!», а толпа людей, собравшаяся на улице, ждет пожарную машину, и все занимаются только тем, что снимают на мобильный телефон, что сейчас будет происходить. Никто из них не захотел стать киногероем, побежать, намочившись, свою рубашку, закрывшись этим от огня, опалившись, вытащить оттуда ребенка или взрослого человека, помочь спасти имущество. Нет, никто не бежит. Большая редкость, если кто-то метнется и что-то сделает. А если что-то сделают, его еще могут потом обвинить в воровстве, а ты еще по пути что-то украл, и потом он даст себе за рог больше кому-либо помогать. Поэтому, да, есть большая проблема в отношении того, что является смешным. Но смешное и радостное я бы предложил бы все-таки разделить. Есть еще одна особенность, которая связана собственно с преподобным Иоанном Лествичником и с его эпохой. Это характерно не только для него, но и для целой группы писателей древности и современности, живущих таким суровым аскетическим житием, которые настраивают себя из своих чад на непрестанный дух покаяния. Что у нас не должно быть даже и радости, а должен быть только плач о своих грехах. Как мы можем радоваться, если суд у нас при дверях, грехов у нас полно, справиться мы с ними не можем и остается только лишь сетовать на то, что мы даже не положили начало покаяния. Такой пессимистический подход. У этого вопроса стоит ли нам этому следовать? Конечно, должен быть более глубокий ответ. Потому что механически навязать кому-то из юных монахов или монахинь, или просто благочестим, верующим людям такое отношение к жизни, это означает подтолкнуть их к депрессии, очернить им будущее, в котором нет ничего светлого, только вероятность того, что ты, возможно, спасешься. Если, естественно, будешь идти узким путем, выключишь телевизор, а лучше выкинешь его с балкона, не будешь пользоваться интернетом, ну и разные другие предписания, помогающие жить вдали от искушений. Но если мы посмотрим на тех людей, которые создавали подобную пессимистическую литературу, на круг людей, которые могли приходить на беседу или посылать письма к преподобному Иоанну Лествичнику, вспомним, что это был 6-7 век, эпоха Юстиниана. Это может быть тот период, когда империя была в самом своем расцвете, когда это была по-настоящему государственная церковная симфония, шикарные богатые храмы, облачение духовенства, духовенство, особенно епископы, выходцы из аристократии. Богословские школы, которые только начинают появляться, используют все богатство античного наследия. Церковь жила роскошно, а государство жило церковной жизнью. Не было тех пороков, которые появились уже позже, после иконоборчества, каких-то уклонений в алхимию, в астрологию, что практиковалось, в Византии. Или потом нравственные пороки в среде духовенства, особенно в XII-XIV веке в Константинополе. Этого еще нет. И вот представьте себе какой-нибудь аристократ изнеженный, у которого там 500 слух, который приезжает к Иоанну-Лесвичнику на 10-15 верблюдах в дорогой индийской парче. Что может сказать ему преподобный? Радуйтесь о Господе. Ну конечно ему ответит этот византийский султан, так я и так каждый день можно сказать непрестанно по апостолу Павлу это совершаю. Понятно, что нужны были какие-то сильные аргументы, мощные, поблуждающие человека изменить образ жизни. Потому что он как богатый юноша мог бы сказать, что я все заповеди Моисея выполнил от юности, более того, я еще и новый завет читаю, занимаясь социальной благотворительностью и в принципе стараюсь не грешить, храню верность своей жене, воспитываю в православной вере своих детей. Ведь именно такие люди могли обращаться к Иоанну Лествичнику. Но тот предлагает путь еще более серьезный и совершенный. Продай имение твое, раздай нищим и возьми крест свой. Но чтобы убедить человека это сделать, должны были быть какие-то очень сильные аргументы. Мне кажется, что причина создания такой пессимистической направленности и был это сильный аргумент, что твоя праведность, она, конечно, хороша и твое благочестие похвально. Но есть монастыри, есть аскетические какие-то места, где ты можешь добиться еще чего-то большего, какой-то особой, более тонкой внутренней радости, которой ты можешь зайти только, если ты полностью и радикально отрешешься от каких-либо мирских удовольствий. Греческий текст Псалма буквально говорит о том, что свет взошел на праведника, как появляется заря при восходе солнца на горизонте. Оба текста сходятся в том, что явившийся свет рассеивает тьму и приносит веселье для правых сердцем. Таким образом, если праведник не кланяется истуканом, любит Господа и ненавидит зло, с правым сердцем принимает свет Слово Божие, тогда он радуется о Господе и благодарит Его Святое Имя. Слово, переведенное нами как имя в 12-м стихе означает память. Однако, поскольку в других псалмах слова память и имя используются как синонимы, логичнее здесь употребить слово имя. имя является чем-то большим, чем маркер идентичности и воспоминания о нем. Имя указывает на все, что известно и запомнилось о характере личности. Поэтому, как считают некоторые исследователи, слово имя в контексте последнего стиха данного псалма более оправданно, чем слово память. Итак, славьте святое имя его. Данный псалом напоминает о том, как наша радость о Господе связана с верностью его слову. Если в познании Бога мы подчеркиваем для себя только непостижимость его бытия, следовательно, нет никаких причин для того, чтобы ему радоваться. Тайного неведомого Бога можно только задабривать, чтобы получить от него какие-то блага или сторониться, как бы чего ни произошло. Оба подхода сейчас в широком употреблении у мистически или атеистически настроенных сограждан. Рисуя Бога, пребывающего в облаке и мраке, Псалом 96 также не стремится раскрыть его природу. Однако он показывает, как Бог ведет себя по отношению к людям. То, на чем стоит его престол, правда и суд. Эту правду возвещают небеса. Это правда источник света для людей с чистым, честным буквально сердцем. Это правда нечто большее, чем общественная справедливость. Когда пророк Иеремия возвещает о будущих временах возвращения из плена, когда будут говорить на земле Иуды и в городах его слово сие, да благословить тебе, Господь, жилище правды, гора святая. Он поясняет, что для Господа жилище правды означает напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. Выходит, что правда это тот честный и нелицемерный путь поведения, при котором справедливость сочетается с милосердием. Если Бог проявляет себя как любовь, дарует людям свою любовь, значит его можно любить. При этом наша любовь к Богу согласно апостолу Иоанну проявляется в соблюдении его заповедей. А верность раба Господня хотя бы в малом дает надежду на великое воздаяние в будущем и на вхождение в радость Господина своего. Благодарю за внимание.